Добрый день, дорогие друзья! Часто приходится читать и выслушивать различные такие истории, что надо дуть в одну дуду, а я согласен, а я не согласен и т.д. и т.п. Сегодня мы вам покажем то, как, например, Егор Яковлев может не соглашаться с Павлом Перцем и делать это без плевков в мою наглую харю, без, знаете, вот этих всевозможных. Вообще, надо сказать, я не могу не поделиться своей радостью, например, на моём канале уже такой уровень полемики начал вырисовываться здравый, т.е. мне это очень нравится, я тут запилил последний ролик про то, как Ютуб монетизирует коммунизм, и несмотря на то, что многие люди, естественно, были не согласны, но уровень аргументации, а самое главное её подача, она прямо приводит меня в свинячий восторг, это очень хорошо. У меня был выпуск на моём канале, тогда ещё в серии РЧВ, я тогда не разграничивал эти темы, потом я вывел это всё в отдельную рубрику Пересблок, про плюсы и минусы в Советском Союзе. И у Егора, надо сказать, есть что по этому поводу прокомментировать. Значит, я попробую тезисно изложить, возможно, я не всё, кстати, сам помню, хочу, кстати, открыть вам страшную тайну, я думаю, что и Егор, может быть, хотя может у тебя другая ситуация, но я, например, и когда мне пишут под роликом, который я снимал 2 года назад, что-то там задают вопрос, мне иногда приходится вспоминать конкретно это место, вы не думайте, что вот это всё прямо, знаете, вот так вот держится в голове, моментально можно вам дать ответ, но голова не резиновая, я не знаю, как у тебя происходит, может быть, ты всё наизусть помнишь? Да нет, конечно. То есть, да, вы не ожидайте, пожалуйста, особенно ещё раз говорю, если в будущем идёт про какие-то вещи, которые записывались несколько лет назад. Значит, в чём там шла речь? Речь шла про то, что СССР была страной, где были свои положительные и свои отрицательные стороны. Начинал я для того, чтобы двигаться от минусов к плюсу с отрицательных сторон. И первое, например, о чём я говорил, это о том, что я отлично помню эту ситуацию, причём очень удивительно, что это было именно в Ленинграде. То есть, мне потом писали люди, что в других регионах было по-другому, но вот в Ленинграде совершенно точно помню, и в гостях, и у себя в школе, и у себя дома, и у бабушки и так далее, например, вот эта пресловутая туалетная бумага. Речь, конечно, не зацикливается только на ни одном, там был целый спектр вещей, которых в Советском Союзе не хватало, чисто на бытовом уровне, и в этой связи было довольно странно, что страна, которая запускала ракеты в космос, строила там БАМ и так далее и тому подобное, не могла обеспечить, если не всех, но конкретно какие-то регионы абсолютно необходимыми вещами. Вот, например, был такой тезис. Да, но я бы всё-таки пошёл по логике самого ролика, потому что начиналось у тебя с другого, и, собственно, это и привлекло моё внимание. Вначале ты показываешь книгу Арианы Тарковой-Вильямс «На путях свободы» и цитируешь её. Слушай, ты попутал какие-то ролики, потому что тогда у меня ещё не было. Наверное, это был другой ролик. Вот, ролик об ошибках СССР и России «Сталин и Столыпин». Мне прислали его зрители и очень попросили его внимательно посмотреть. Это более поздний ролик. Окей, хорошо. Давай про него поговорим. Да, я его посмотрел, и, собственно, вот есть некоторые тезисы, которые обязательно нужно высказать. Давай. Значит, начнём с Арианы Тарковой-Вильямс. Там ты цитируешь её воспоминания, написанные в 1952 году в эмиграции, и приводишь следующие тезисы, что, значит, а, люди мыслили, собственно, а руководствовались эмоциями, приходя в революцию. У неё был такой тезис, да. Да, приходя в революцию, первое. Второе – это проклятие в адрес большевиков Владимира Ильича Ленина, с которым она была знакома через свою гимназическую подругу Наденьку Крупскую, с которой мы не встречались в Швейцарии в 1904 году, и вот проклятый Ленин, провожая её, значит, зло на неё смотрел и сказал ей, что таких, как вы, мы будем вешать, и дальше она там пространно рассуждает, я думаю, ты этого не читал, но она пространно рассуждает, что уже тогда он был обуреваем, бесовщиной. Не, ну это понятно, что это объективное взгляд. Значит, и третий тезис о том, что в революции виноваты были все, и правительство, и оппозиция, и всё образованное общество несёт ответственность за то, что в результате произошло. И четвёртый тезис, и мне кажется, если не изменяет память, ты с него начал, это то, что все левые оппозиционеры отрицательно, резко отрицательно относились к России, к русскому государству, не понимая, что забота… Да, она именно так и говорит, к русскому государству… Она об этом писала, но это… Нет, ты это процитировал. Естественно, я это процитировал, она об этом писала, но это не значит, что это правда, извините. Нет-нет, ты же это цитировал. Она пишет, что представители левого движения, сражаясь за народ, абсолютно отрицали пользу российского государства и не понимали, что для благосостояния народа необходимо укреплять это государство, и что каждый русский писатель, который был замечен в каком-то охранительском высказывании или писал какое-то литературное произведение, которое можно было истолковать в таком смысле, сразу же терял свою реномай в левой среде, не следовал революционному катехизису, как она пишет. Вот эти 4 тезиса, которые Теркова Вильямс излагает в своих воспоминаниях, которые ты цитировал, и на этом я бы хотел остановиться подробнее, потому что вещи это чрезвычайно симптоматичные. Но сначала надо сказать очень важную вещь о самой Ариадне Терковой Вильямс, потому что её воспоминания и вообще всё, что она написала в эмиграции, следует рассматривать не просто через призму человека, который не принял советскую власть, а через призму человека, который с этой советской властью активно боролся. То есть, кто такая Ариадна Терковой Вильямс? Это не просто обыватель, не просто наблюдатель, не просто представитель интеллигенции, который субъективно зафиксировал свои впечатления от происходивших исторических процессов, а это член партии кадетов, и не просто член партии кадетов, а член ЦК партии кадетов, т.е. очень активный политический игрок, который по существу до февраля 1917 года Ариадну Теркову Вильямс с полным на то правом можно саму называть революционеркой, только буржуазной. Т.е. это человек, который боролся за свержение самодержавия в России и даже был арестован за нелегальный провоз запрещённой прессы оппозиционной. Да, я как раз рассказывал в последнем выпуске, увобленно сравнивал ощущения от ДПЗ у Ивановской эсерки и у Уильямс, и про то, как они туда попали. Её называли наш единственный мужик, ну, я аутрирую. Среди кадетов. Среди кадетов. Не без оснований, скажем так. Т.е. это был очень активный политический игрок, в годы Первой мировой войны она была членом Зимгора, т.е. той формально она была создана для помощи, общественная организация создана для помощи фронту, союз земств и городов, но в реальности это, конечно, была политическая организация, которая аккумулировала в себе все оппозиционные импульсы, нацеленные на свержение самодержавия именно в условиях войны. Т.е. именно по линии Зимгора в армии, в частности, шла пропаганда, что царь не дееспособен, он не может управлять ни армией, ни государством, что Александра Фёдоровна в лучшем случае психованная истеричка, которая приблизила ко двору Распутина, и вот теперь через неё Распутин назначает и снимает министров, и даже принимает решение о том, когда и куда наступать армии, что вокруг Распутина гнездятся немецкие шпионы, императрица импатака, это безвольный царь, тоже всему этому способствует. Ариадна Таркова-Вильямс была активным участником вот этой пропагандистской кампании. Здесь надо ещё учесть, что она была замужем за Гарольдом Вильямсом, это известный британский журналист, сотрудник газеты «Таймс», который в годы Первой мировой войны работал в России, и не просто в России, а работал в специальном британском пропагандистском бюро, которое находилось под патронатом британской разведки. Естественно, Гарольд Вильямс действовал в том русле, в каком ему предписывало это делать начальство, а начальство его, во всяком случае, с середины 1916 года было убеждено, что в значительной степени, так как рассказывают кадеты-октябристы, члены Зимгора, члены военно-промышленных комитетов, вот всё именно так и обстоит в лучшем случае. А в худшем случае Распутин и царица подвигают царя к тому, чтобы заключить с немцами сепаратный мир и бросить союзников одних против германской военной машины. Именно этим, кстати, была продиктована подготовка убийства Григория Распутина, то есть срыв сепаратного мира, и Гарольд Вильямс тоже активно принимал участие в распространении всех этих слухов, то есть вот эта чета Вильямсов, это были очень активные пропагандистские игроки, и руководствовались они, конечно, в данном случае не только и не столько эмоциями, сколько политическим расчётом свергнуть самодержавие, убрать недееспособного царя и взять власть в руки людей, которые сумеют руководить правильно, которые доведут Россию до войны для России, до победного конца, с аннексией Константинополя, с аннексией проливов, с разгромом Германии и будут со своими союзниками делить в результате мир. Хотя, конечно, Вильямс как агент британской разведки или во всём случае человек, который в большей степени симпатизировал британским планам, для него важно было в первую очередь то, чтобы Россия до конца блюла свой союзнический долг, до конца сдерживала немецкие дивизии на Восточном фронте, Таркова Вильямс верила, что можно переустроить Россию по английскому образцу, сделать её конституционной монархией или пусть даже республикой, но во всяком случае такой европейской державой. И в их действиях в 15-16, начале 17-го года видны, конечно, не эмоции, а виден самый, что ни на есть политический расчёт. Другое дело, что этот расчёт был абсолютно неверным, он не оправдался, но политические расчёты и планы были. А то, что она пишет уже в 52-м году, это, конечно, во многом после знания политического игрока, который проиграл свою игру. Естественно, это воспоминание проигравшего. Да, да, вот это очень важный момент, то есть то, что это воспоминание проигравшего, и с этим же тезисом нужно подойти к её оценке Ленина, потому что она там, предваряя вот эту историю про Ленина, она пишет, что я познакомилась в силу того, что мои подруги были замужем за марксистами, я познакомилась с марксистами, но я никогда не читала Маркса, и все разговоры, пространные разговоры про Маркса, про его письма к Энгельсу, которые велись в моём окружении, вообще не заставили меня, наоборот, отвратили меня от изучения марксиста. Ну, она очень забавно пишет, как эти все талмудические споры происходили между Струвой и, соответственно… Вот, но в силу того, что она марксист никогда не изучала, она и слабо понимала, что вообще происходит, и вообще левые движения она изучала слабо, и, видимо, от того, что она им не сочувствовала, она и не считала необходимым, поэтому в результате поражения её и однопартийцев, и политических единомышленников для неё стали сюрпризом большим. А, я забыл ещё сказать, что после революции какова судьба Турковой? Сначала она эмигрировала, но потом она вернулась, она вернулась в расположение белых войск и работала, на секундочку, в Асваге, т.е. по существу Асваг – это по существу Министерство пропаганды Деникина, поэтому это был пропагандистский, профессиональный пропагандист, который работал на белое движение в дальнейшем. И поэтому её непонимание большевиков, оно и простекает из того, что она, а, политический противник, б, она никогда не пыталась их понять и сама, собственно, об этом призналась, и отсюда как раз и простекают те во многом искажённые её представления, представления, скажем, о культурной политике большевизма и вообще о культурных воззрениях большевизма, потому что действительно в какой-то степени нигилизм в отношении русского государства и русской культуры он в левой среде присутствовал. Но всё-таки долгое время он там не господствовал. И описывать культурную политику большевиков как полностью и тотально отрицающую русское государство и русскую культуру я бы не решился. Ну, Егор, она же там не пишет про конкретно большевиков, она пишет про страны в обществе, и это подтверждается наблюдениями очень многих там из воспоминаний Минислова и многих других, что патриотизм – это было ругательное слово. Не-не-не, патриотизм, ну в каком смысле патриотизм, о чём здесь идёт речь, что мы обсуждаем… Поддержка правительства, особенно это проявлялось во время русской войны. А почему вы считаете, что патриотизм – это поддержка правительства в любом случае? Ну, я имею в виду, как и тогда, Малыч. Но если мы откроем знаменитую статью Ленина, посвящённую как раз к теме патриотизма, о национальной гордости великорусов, то мы как раз там поймём, что понятие патриотизма в левой среде трактовалось иначе, т.е. оно, национальная гордость в левой среде присутствовала среди большевиков, там Ленин пишет «Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости?» задаёт вопрос вначале и отвечает «Конечно же нет, мы любим свою родину и свой язык, мы больше всех стараемся для того, чтобы поднять её трудящиеся массы, 9 десятых населения – это сознательные жизни, демократов и социалистов». Вот эта трактовка в целом по понятию патриотизма с точки зрения ЛЕО. Секундочку абстрагироваться от большевиков и посмотреть, я ещё раз говорю про настроение общества в обществе, которое писала Уильямс. Например, я совершенно точно помню, когда я писал книжку про русско-японскую войну, что там были реально потом настроения, желания проигрыша этим япошкам, на самом деле. И в принципе, если мы будем рассуждать с такой точки зрения, то у нас получится, как и в нынешней ситуации, у нас патриоты сейчас все, ну что, Навальный не патриот получается, он со своей точки зрения тоже патриот, Зюганов не патриот разве? Да, я готов ответить. Мы говорим сейчас не узкие какие-то понятия, а те понятия, которые нам всем понятны. Т.е. патриот – это тот, кто готов защищать свою родину, бороться до конца во время войны, никоим образом не расшатся. Я сейчас объясню, в чём принципиальная разница – в том, что источником патриотизма для левого движения было не государство и не правительство, это был народ. Т.е. вопрос в конечном итоге понятие патриотизма разошлось по двум разным векторам. Что такое патриотизм с точки зрения имущих классов? Это поддержка безоговорочная, поддержка правительства, сплочение вокруг лидера, одобрение всех его мер и так далее. И второе, забегая вперёд, я скажу, что царское правительство, к сожалению, сделало всё для того, чтобы вот этот патриотизм разделялся как можно меньшим числом его подлинг. Ну да, оно его дисквалифицировало. Дискредитировало абсолютно на каждом шагу. Вот несмотря на отдельные попытки наиболее здравых и вменяемых государственных чиновников этому противодействовать. Позже объясню, что я имею в виду. И второй тип патриотизма – это любовь к народу. Вот Таркуло Вильямс в цитате, которую ты приводишь, она говорит, что левые не понимали, что, любя народ, необходимо укреплять государство, но любой левый бы на это ответил, что укреплять конкретно, в принципе, теоретические государства. Конечно, надо было бы укреплять, но вот то регрессивное государство, которое существовало, оно делало всё для того, чтобы организовать войну с собственным народом. И поэтому поддержка государства в этих условиях являлась предательством народа с точки зрения левых. А если перенести эту ситуацию в наше время? А в наше время её перенести нельзя, потому что значительная часть реалий изменилась. Но есть определённые тенденции, конечно, и всё зависит от того, как именно ведёт себя государство. Вот смотри, у нас сейчас есть лично та тенденция, которую я наблюдаю, очень забавно – это почему я и провожу параллели с до 1917 годом. Нельзя проводить прямых параллелей между политическими партиями, но мы видим, что совершенно разные по своим обозрением люди, они работали на то, чтобы царь пошёл лесом. На это работали и в разной степени. Это естественно. Да, и кадеты, и эсеры, и большевики, и порой даже какие-то… ну господи, Шульгин, он же был монархист вообще-то. У Шульгина были претензии непосредственно к Николаю II. Да, и тем не менее тоже как бы… Это получается, что вообще все страты общества к этому стремились. Сейчас мы наблюдаем тоже очень интересную картину. Я это вижу там и по комментариям в интернетах, и по разным высказываниям и так далее. Когда определённые левые силы пишут о том, что сколько можно терпеть это государство, повышение пенсионного фонда, НДС, бла-бла-бла. Есть прекрасные люди, которые висят тут в толчке, все эти Быковы, Явлинские, Ксюши Собчачки и так далее, которые на самом деле говорят то же самое абсолютно. Но со своих позиций. И они в этом прекрасно смыкаются. Но если допустить, не дай бог, конечно, что сейчас произойдёт революция, то размежевание же будет очень серьёзное. Ну, безусловно, оно будет очень серьёзное. Революция сейчас не произойдёт, потому что мы не наблюдаем революционные ситуации, но мы действительно наблюдаем некую двоякую историю, происходящую вокруг Российской Федерации и в действиях её правительства. Возьмём ситуацию на Донбассе. С одной стороны понятно, что действия украинской власти в Киеве были не в интересах народа Донбасса, потому что это совершенно явная по существу нацистская политика с запретом русского языка, ну или, во всяком случае, с налаганием определённых запретов на разговоры на русском языке, подпотакание оголтелому национализму, культурный диктат и так далее, т.е. и несомненная ревизия тех достижений Советского Союза, которые ещё оставались на Украине. С другой стороны, и в этом смысле движение народа, которое было совершенно явно выражено, оно за то, чтобы завоевать независимость, т.е. черты национально-освободительной борьбы народа Донбасса, точнее черты национально-освободительной борьбе в борьбе народа Донбасса, они несомненно присутствуют и на определённом этапе они превалировали. Что произошло далее? Далее Россия вроде бы поддерживает, но тем не менее вокруг Донбасса явно происходит какая-то олигархическая игра крупного капитала. Т.е. в этой борьбе, как в матрёшке, две составляющих условно. Есть борьба народа за национальную независимость, причём с явно социалистическим оттенком, с попытками построить государство социальной справедливости, и есть явно игра больших финансовых акул, которые используют Донбасс как разменную монету в своей активности. То есть, здесь мы становимся перед глобальной проблемой. Если мы сейчас желаем поражения народу Донбасса, то, соответственно, мы в любом случае действуем в интересах какой-то из империалистических группировок. Потому что если проигрывает народ Донбасса и проигрывает российское государство, значит, побеждает международный капитал, который туда приходит. Т.е. если это не достаётся, условно говоря, российскому капиталу, это достаётся капиталу иностранному. Если это не достаётся капиталу иностранному, то, скорее всего, это достаётся капиталу российскому. Вопрос – где здесь интересы народа, где здесь интересы негосподствующих классов? На мой взгляд, эта проблема может решаться только в долгосрочной перспективе. В какой? В создании. В чём вообще была обусловлена победа большевиков? Она была обусловлена в значительной степени тем, что помимо самих большевиков в России существовал «Интернационал», третий «Интернационал», который позволил сразу же, мгновенно после прихода большевиков власти в Петрограде обеспечить ему поддержку братских партий, братских движений во всём мире. Да, мировой революции не произошло, но эти братские движения сумели схватить за руку тот капитал, который находился у них дома. Комитеты «Руки прочь от России», которые были в Британии, демонстрации, которые шли по всей Европе рабочие в пользу, в поддержку советского правительства, именно это и обеспечило и позволило удержать мировой империализм в тех конкретных условиях от того, чтобы задавить русскую пролетарскую революцию. Без существования «Интернационала» мой прогноз на происходящее, к сожалению, чрезвычайно пессимистичен. Будет всегда происходить то, что происходит у нас сейчас на Донбассе, т.е. попытка народа… Я даже обобщил, тут не надо говорить про Донбасс, можно вообще про Карину сказать, но это же конкретный пример, когда одни ротенберги сменили других ротенбергов, причём, как выяснилось, предыдущие ротенберги были… Ну я условно их называю таким образом, да? На Украине там была изначально спланированная просто история со свержением неугодного Януковича, который вёл себя очень мутно, и с заменой его более договорными для спонсоров этого мятежа персонажами. Движение на Донбассе было стихийным, т.е. это было движение народной воли, которое могло бы отлиться в разные формы, и была попытка отлить это в формы социалистические, но эта попытка, как мы видим, не удаётся именно потому, что социалистическое движение слабо, разрозненно и не имеет поддержки со стороны братских движений во всем мире. Я думаю, что есть вопрос на масштабы самого Донбасса, если мне такое подозрение. Масштабы самого Донбасса, но я всё-таки напомню, что и партия большевиков была чрезвычайно немногочисленна, наоборот, как раз масштабы играли против… масштабы России играли против большевиков, потому что партия там чуть больше 100 тысяч человек, она росла за счёт рабочих солдат-крестьян беднейших, но это была всё-таки несознательная публика. Безусловно, там летом, по-моему, около 300 тысяч человек, по-моему, шла речь в 2017 году. Нет, нет, 100… 100 даже? Даже 300 много. Т.е. в феврале это были 20 с лишним человек, всего 20 тысяч с лишним человек. Потом она стала стремительно по тем меркам расти именно за счёт внятной политики Ленина, его лозунгов правил. Так вот вопрос, смотри, а откуда тогда уверенность в головах у большинства людей, которые… И поэтому правильный ответ о том, какой должна быть позиция левого движения в России, эпоклетарского движения в России, он очень сложен. Я, например, не политик… Это для тебя сложно. Я не готов. Для других людей очень просто. Точнее, для меня ответ такой, что любая пролетарская власть, которая каким-то образом окажется в главе региона или страны, она будет обречена на явное свержение или перерождение с помощью подкупа или каких-то других сил мирового капитала в том случае, если она не будет поддержана интернационально. Можно ещё… Это обязательное условие удержания… Как мне кажется, я могу ошибаться, абсолютно не настаивая, но вот мне кажется, что это обязательное условие удержания власти в современных реалиях. Ну это очевидно, потому что если это переработать в более понятные понятия, это называется международная поддержка. Да, международная общественная поддержка. Международная общественная поддержка, которая на самом деле… Это как обычно. Она может быть на первых порах видимой, потому что ведь если посмотреть историю нашей страны… Я всегда привожу пример замечательный. «Была царская Россия, не устраивавшая многие державы. Царская Россия пошла лесом. Нашла наконец власть новая коммунистическая партия. Казалось бы, мечта всех свершилась. Опять неугодная история. Была Советская империя неугодная. Всё. Пошла леса. Правильный термин – Советская империя. Хорошо. Советский Союз. Я выражаюсь терминами пропаганды. Там Red Empire – это просто сплошь и рядом, бабки не ходи. Была вот эта Red Empire – всё, сгинула. Настала эра демократических изменений. Опять никого не устраивает ничего. То есть, как бы сменилось две формации, настала третья формация, а мы ни в каком образе прогрессивный западный мир не устраиваем. Но у меня в этой связи другой вопрос. А что такое современный, если мы говорим про мелкобуржуазность и такое, что такое тогда в современном понятии пролетарий, который может называть себя пролетарием, и вот он может иметь право идти, свергать какую-то власть, завоёвывать и так далее. То есть, как он должен выглядеть, что он должен из себя представлять, чем он может владеть, чем он не может владеть и так далее. Вот это вот такое… Я не понимаю вопрос, чем он… Образ в древолюционной среде, помимо всего этого причисленного, был ещё прекрасный фольклор. То есть, ты хочешь узнать, пролетарий ты или нет? Нет, я-то знаю, что я уже давно… Хоть я по разованию ты пролетарий и выражаю себя как пролетарий, но я, естественно, с двумя квартирами и с машиной какой я сейчас не пролетарий. Я имею в виду, что каковы основные признаки человека, который может сказать, что да, я вот такой, я имею право о себе так говорить, я ненавижу вот этого поганого персонажа в Гелендвагене, которого ещё и коттедж есть за городом. Пролетарий – это наёмный работник, т.е. человек, труд, который эксплуатируется, из труда которого капиталист извлекает прибавочную стоимость, оставляя работнику небольшой остаток в качестве зарплаты. Таким образом, весь офисный план, кто он получается, пролетариями, с этой точки зрения? Да, с моей точки зрения, да, это пролетарии, конечно, потому что они абсолютно эксплуатируются. Ты меня успокоил, всё-таки я пролетарий. Да, да, другое дело, что у офисного планктона не развито классовое сознание, но оно и у многих классических пролетариев, которые за станком работают. Оно абсолютно не развито, я бы даже сказал. Я знаю, что в левой среде, я сейчас абсолютно не претендую на попытку решения каких-то споров, я знаю, что в левой среде существуют дискуссии на тему, можно ли офисный планктон считать пролетарием. Да, да, есть такие дискуссии. Можно ли их считать пролетариями, настоящие они или нет, я считаю, что абсолютно. Всё-таки главная здесь экономика. Экономически они, конечно, пролетарии, экономически они эксплуатируются. И вот это очень такой интересный момент, потому что на самом деле, вот сейчас у меня выйдет прекрасный клип, «Книжна» называется, мне кажется, что так оно и будет. Всё-таки «Подходи буржуй глазик выколю», оно вот сидит в массовом сознании очень часто, вот до сих пор. Да. Понимаешь, и до сих пор оно не может не сидеть. Я объясню, почему. Под буржуями после революции ведь подразумевались не только там проклятые капиталисты и прочее, но подразумевались и инженеры, и адвокаты, и врачи, и так далее, т.е. очень часто такое происходило, к сожалению. Да, это правда. Дело в том, что после революции, ну вообще надо понимать, что революция, она началась в ситуации глубочайшего государственного кризиса. Да, безусловно. Когда народ был откровенно измордован, во-первых… Народ был измордован, и система не работала государственная. Система не работала абсолютно. Я вот рассказывал, извините, как Зинаида Конопляникова, которая три раза арестовывалась, последний раз с динамитом, и таки она вышла из Таганской тюрьмы и застрелила мины. Три раза человек арестовывался. Ну о чём это можно говорить, какая государственная система? Ну здесь на все страдания предшествующего периода наложилась война. Да. И она, конечно, окончательно добила Российскую империю. Есть, кстати, историки, ну будницкие, которые считают, что если бы ни война, ничего бы не было. Нет, так сказать нельзя, потому что у нас в 1905 году глобальной войны не было, война шла на далёкой окраине, а революция-то случилась, поэтому с будницким согласиться сложно. Дело в том, что у революции было несколько причин. Первая причина – это причинополитическая история государственного устройства, потому что необходимо было привести Россию к нормальному образу буржуазного государства. И если бы этим начали заниматься в начале 19 века, идеальный шанс был у Александра Первого, то, наверное, можно было бы избежать революции во всём случае в той форме, в каком это произошло. Может быть, последние шансы были у Александра Второго с его планами создания чего-то вроде генеральных штатов. В результате ничего подобного не произошло, и здесь, конечно, крупно просчитался Александр Третий, я не разделяю восторгов по поводу царствования этого государя, я считаю, что он как раз наоборот с тем, что заморозил политический режим в 80-х годах 19 века, очень сильно сыграл в результате на руку революции, поскольку давление пар в котле серьёзно увеличилось. Я думаю, тут ещё немножко лишняя история, всё-таки папу убили. Ну, папу убили – это одна история, а развитие государства – это история совсем другая. То есть, Александр Третий имел крайне негативные черты при всём том, что у него был своеобразный ум, и он сделал некоторые позитивные вещи, например, запустил строительство Транссибирской магистрали, привязав таким образом окончательно Сибирь к остальной России, но его политика, например, в области образования была не просто плохой, она была безумной. И вот эта его знаменитая резолюция о том, что вот видите, просто люди на всё туда же в гимназию хотят, значит, она, конечно, рисует его всё-таки как человека по-своему сильно ограничено. Да-да-да, циркуляры кухаркиных детях – это главные революционные меры, которые только можно было предпринять, т.е. государство делало очень много для того, чтобы запустить революцию, создавая барьеры на пути народного образования и просвещения. Давай отошлём очередной раз к нашему любимому саратовскому историку и к его полемике с Бахановым, вот эта прекрасная статья. Да, Николай Алексеевич Троицкий. Замечательно, найдите, почитайте, просто «Бальзам на сердце». Вот, т.е. вот это вот… и именно вот это вот бездумное, дурацкое охранительство, которое по существу… вот это бездумное дурацкое охранительство по существу и толкало людей в значительной степени на путь революции, потому что они понимали, что… ну а как можно иметь дело с государством, которое издаёт циркуляр у кухаркиных детях всерьёз, или государство, которое в течение многих лет настаивает на существовании черты оседлости и дискриминационных мерах по отношению к еврейству. Женское образование. Да. Дело в том, что… вот это, кстати, очень неважный момент, я тут посмотрел фильм «Аркадия Мамонтова корона под молотом», это тоже лютое произведение… Как ты себя не любишь… Лютое произведение с современной пропагандой, наше охранительство, конечно, современное вышло на новый уровень абсолютно. Значит, вот в этом фильме рассказывается ли… ну, революцию совершили банкиру Солл-стрит. Извините, но мы так… видите, беседа пошла, поэтому… Значит, революцию, с точки зрения Мамонтова, я просто запишу отдельный ролик на эту тему. Революцию совершили банкиру Солл-стрит. Банкиры Солл-стрит возненавидели Россию после того, начали войну против России в 1881 году после убийства Александра II. Значит, после убийства… и там такие намёки делаются, а там прямо не говорится, что во всем виноваты… Александр, который брал у Ротшильдов займы и всё такое прочее. Его не возненавидели. Там не говорится, что банкиры были еврейские, но на это намекается. То есть, по-другому истолковать слова Аркадия Мамонтова… Таким под определённым углом… Аркадия Мамонтова невозможно, потому что там говорится, что вот Александр II был очень хороший царь, он хотел ввести законосовещательный орган при Совете Министров, при Комитете Министров, но вот террористы народовольства его убили, и потому что в народной воле было много евреев, по всей стране развернулись еврейские погромы. А на Западе истолковали это так, что вот Россия такая отсталая страна, и банкиры Солл-стрит начали против России международную войну. Хотя дальше там идёт комментарий американского историка, и он ни про какую войну со стороны банкиров не говорит, он просто говорит, что это убийство произвело очень серьёзное впечатление на американскую общественность, и поставило вопрос. Часть американского общества продолжала взирать на Россию как на союзника, помни об услугах, оказанных Северу во время войны Севера и Юга, Россия тогда Север поддержала. А другая часть общества поставила другой вопрос, что если Россия самодержавная монархия, и она всеми силами удерживает, пытается утвердить вот эту самодержавную форму власти, не двигаясь никак не в сторону народовластия, наоборот, душа народной свободы и просвещения, то не нужно ли сочувствовать революционерам, которые хотят сделать в России так же, как в прогрессивной Америке. И это, в принципе, достаточно здравая оценка, но ни о какой войне со стороны банкиров, со стороны Уолл-стрит речи в 1881 году не шло. В чём Мамонтов тут лукавит совершенно явно? В том, что к убийству Александра Второго имело отношение и то опосредованное только Гесси Гельфман, единственная еврейка. Убил его Игнатий Греневицкий, который был поляком, в убийстве принимали участие Тимофей Рысаков, который, как несложно догадаться, был русским человеком Софьи Перовской, которая вообще была дочкой бывшего петроградского градоначальника Льва Перовского, до этого царя пытался убить Желябов, русский Степан Халтурин, русский и так далее. Да, подожди, сейчас я договорю. И еврейские погромы, они были продиктованы не тем, что в народной воле было много евреев, а тем, что с точки зрения архаичной массы, вот христианской, ремесленной массы существовало представление ещё, что православный человек убить царя не может православного, значит, убил кто-то другой, а кто это? Это знаменитый вопрос. Александр Второго Каракозову – ты поляк? Потому что не подразумевалось, что русский человек может стрелять в царя. Да. А кто мог убить? Да евреи, конечно, евреи. И православная церковь, и в значительной степени охранительская русская пресса эту точку зрения поддерживали, и дальше с течением лет шло нагнетание еврейского вопроса, он нагнетался. Дальше, значит, Мамонтов рассказывает про Кишинёвский вопрос под вывеской «Провокация», там непонятно, в чём была провокация, потому что если там и была провокация, то провокация была устроена антисемитской газетой «Бессарабец» в главе с её редактором Павлом Крушеваном. Крушеван в течение достаточно длительного времени публиковал статьи про странные, хлёсткие о том, что вот в Кишинёве произошло убийство ребёнка, и Крушеван там писал, что это убийство было совершено евреями с ритуальными целями. Была такая байка, что евреи накануне Пасхи всегда убивают какого-нибудь христианского ребёнка и на его крови замешивают к дому отцу. И вот Павел Крушеван долго и пространно про всё это рассказывал, и в результате это и вылилось в еврейский погром, который был совершенно ужасным. И что мы видим со стороны интеллигенции? Например, я рекомендую вам прочитать очень интересную статью Николая Лескова нашего классика «Еврей в России». Эта статья написана в 1884 году как раз по итогам погромов прокатившихся после убийства Александра Второго. И Лесков там пишет, что что же такое происходит? Полицейские чины убивают евреев, насилуют женщин, и наши… это реальные случаи, установленные, доказанные. Там было изнасилование двух еврей, убийство одного еврея со стороны полицейских. Он пишет, и наши газеты охранительского толка умудряются писать об этом в одобрительных тонах. И вот впоследствии этот еврейский вопрос, дискриминационный по отношению к евреям, он всегда пользовался в той или иной степени поддержкой правительства. Просто ещё два примера. Шизофреническая просто история у нас связана с Якобом Европейским. Он был одним из лидеров еврейского мира, Нью-Йорка вообще в принципе. И он считал, что приобретя власть и богатство, он обязан защищать свой народ еврейский. И поэтому, когда произошёл Кишинёвский погром, он разразился очень гневной риторикой в адрес царского правительства. Царское правительство нуждалось в иностранном капитале для модернизации России, и поэтому в Министерстве финансов и в Министерстве внутренних дел пошли разговоры, что нехорошо, надо как-то Шифа задобрить, пусть бы он приехал в Петербург, мы бы здесь с ним провели разговоры, и он бы увидел, что мы хорошие люди, с нами можно иметь дело, и пусть бы дал бы нам займ. Это Плеве, в частности, такую точку зрения излагал. Не очень и глупый человек. Но когда агент Министерства финансов поговорил с Шифом, Шиф ему сказал, я бы рад приехать, но в Россию уже запрещён въезд лица наудейского вероисповедания, как же я к вам приеду. Агент Министерства финансов ему на это ответил, что вы не извольте беспокоиться, ведь у вас будет личное приглашение императора. А Шиф ему на это сказал, что я по личным приглашениям не езжу, поэтому либо отменяйте эту меру дискриминационную для моих единоверцев, и я приеду на общих основаниях, либо я к вам не поеду. А Николай Второй, узнав об этом, высказался в том смысле, что слишком много хочет. Какой-то там еврейчик. Да. И поэтому ничего мы отменять не будем. В результате Шиф не приехал и профинансировал Японию перед русско-японской войной. У меня будет переиздание моей книжки, благодаря Егору Яковлеву, свёл меня с прекрасным издательством. Да, это очень хорошая книга. Будет переиздание моей книжки, где вот этот момент на самом деле описан очень подробно, очень подробно, как прямо-таки по дороге бедненький японский пиар-агент, уже потерявший всю надежду. Тут вдруг неожиданно встретился с Яковом Шифом, и тот его приободрил, и всё у них наладилось. Именно как раз после этой вот ситуации, именно из-за абсолютной идиотской политики, которая проводилась... Николай II верил в существование протоколов всеонских мудрецов. И только расследование Столыпина, которое доказало подложность, как-то мнение царя изменило. А Крушеван был одним из главных членов Союза Русского народа, главным черносотинцем, который искренне поддерживал тоже наш православный царь. И дальше дело Бейлиса, ещё одна позорнейшая совершенно история, когда министр юстиции работает на то, чтобы еврея признали виновным в убийстве, которого он не совершал, тоже якобы в ритуальном, вообще вот этот пунктик ритуальных убийств со стороны евреев, и всё это государством поощрялось, на это выделялись деньги. Вот если бы тогда существовал какой-нибудь государственный телеканал, то на нём бы, наверное, вышел фильм про ритуальные убийства, которые совершают евреи. Наверняка был бы фильм, там бы выступали какие-нибудь профессора, рассказывающие, что да, евреи пьют кровь христианских младенцев. Вот это охранительство в его самой отвратительной форме делало невозможным сотрудничество с государством. То есть, может быть, многие и хотели бы, но вот как это было возможно? Это как раз и объясняет то, почему от государства постепенно отпадали люди. Очень широко ты развернул этот тезис, перенесёмся в наше время. А что делать сейчас, когда государство начинает проповедовать точно так же хранительную политику, клирикализация просто в геометрической прогрессии. Уже некоторые члены даже Русской православной церкви выпускают свои личные блоги, где начинают тихонечко высказывать определённые, опять-таки, в рамках, не то чтобы претензия, но какой-то свой взгляд на происходящее, клирикализация. Дальше вот это всё, что мы наблюдаем в образе всех этих Милоновых и Ижа с ними. Затем нагнетание, опять-таки, вот этой внешней угрозы, которая, конечно же, присутствовала и будет присутствовать, но не в такой гипертрофированной форме, которая нам подаётся, и т.д. Вот в этой ситуации как вести себя... Я не вижу себя в качестве какого-то пророка или революционного лидера. Нет, я не говорю о том, что случится, я говорю про то, как вести себя человека в этой ситуации, что ему делать, т.е. ему поддерживать государственную политику, не поддерживать, или это поддерживать, а это не поддерживать. Вот этот момент интересует. Я думаю, что, а, значит, что касается левого движения в целом, я думаю, что перед ним должна стоять большая интеллектуальная проблема, которая вряд ли может быть решена... Я тебя перебью. Интеллектуальная – это ключевой момент, я бы хотел подчеркнуть, интеллектуальная проблема. Да, значит, и эту проблему условно можно сформулировать так. Как избавиться от власти национального капитала, не подпав под власть капитала интернационального? Потому что понятно, что империалистические войны, обирание народа, жирование олигархов – это всё самые отвратительные проявления капитализма, с которыми необходимо бороться. Вопрос в том, что когда мы боремся вместе с национальным капиталом против интернационального, то мы действуем в интересах национального капитала. Но когда мы свергаем свой национальный капитал, мы в данных условиях действуем в пользу капитала интернационального. И с моей точки зрения единственным весомым рычагом против этого может быть создание интернационала. Вот это дело ближайших десятилетий для левого движения. То есть пока пролетарское движение всего мира не станет единым, противодействовать капиталу, который пронизывает все страны, всю планету, будет невозможно. А я объясню, что нужно для того, чтобы это произошло. Для начала, уважаемые друзья, для начала надо учить английский язык. Потому, что без этого инструмента ни о каком создании… Ну, разные языки, ни только английский. …никакого интернационала. Но я имею в виду, это было бы самый простой способ. Это первое, о чём бы я хотел сказать. Ну, и второе очень важное – это образ будущего. Потому, что то, что я вижу в левом движении сейчас, оно справедливо апеллирует к прошлому и справедливо критикует настоящее. Но я не видел ещё ни одной внятной концепции с образом будущего. Потому, что то, что отличало большевиков – это то, что они образ будущего всё-таки имели. Они понимали, что и зачем они делают, что они будут строить. И хотя некоторые из их прогнозов, и даже из прогнозов Ленина конкретно не оправдались, им приходилось импровизировать на ходу, но в целом образ будущего у них был, и это был позитивный образ будущего. А был ли он реальный? Да, конечно. Ну, смотря в каком разрезе. Потому, что, как я уже сказал, некоторые из расчётов Ленина не оправдались. То есть, Ленин действительно… Как он мыслил? В начале 1917 года он произнёс речь перед швейцарскими студентами, в котором сказал, что Европа беременна революцией. И революция начнётся в ближайшее время, но мы, старики, не увидим её решающих битв. То есть, он дал тот образ революции, который мы знаем сегодня. То есть, что революция начнётся в какой-то одной стране, но в мировом масштабе она победит когда-то. Мы, старики, не увидим. Хотя, может быть, вы увидите, студенты. Но уже в 1917 году он мыслил немного иначе, когда состоялась революция. Ленин в начале 1917 года на пролетарскую революцию в России не рассчитывал. Он думал, что она начнётся в Европе именно. Но уже после того, как произошла Октябрьская социалистическая революция, Ленин верил в революцию мировую. Он считал, что кризис Первой мировой войны создал такие уникальные условия, которые позволят победить пролетариям в разных странах Европы, хотя бы в одной точке, в Германии. И это запустит процесс мировой революции. Надежды на это, как мы понимаем, не оправдались. То есть, мировая революция случилась только в том смысле, что как раз мировое пролетарское движение сумело удержать империалистов своих стран от того, чтобы задавить советскую власть в России. Но пролетарии не победили в странах европейских. И шествие социализма там растянулось на многие годы. Хорошо. Советский Союз тогда – это что по итогу-то? Советский Союз – это пролетарское государство. Ну, а тогда по какой… Ну, т.е. тут начинаются вот эти вечные споры, визги, сопли и танцы с бубнами по поводу того, почему он развалился. Это совсем другая история. Ну, я понимаю, да. Он развалился по целому ряду причин, но мы же видим, что левые идеи, марксистские идеи, они не погибли. Мне кажется, левые идеи никогда не погибнут, потому что всегда будет абсолютно нормальное, логичное желание и неприятие того, что кто-то там… Ну, возьмём прекрасную ситуацию ныне в Петербурге со снегом. Мне офисному пролетарию припарковаться иногда негде, да? Дело в том, что… Да. Я к тому, что вот распил. Т.е. как бы только сегодня читал статью о том, что 4 компании объединились и подали в тендерах абсолютно одинаковые условия, абсолютно с одинаковой ценой. И добились того, что стоимость контракта была снизена на 0,5%. Я, как человек, который иногда участвует в тендерных условиях, могу сказать, что стоимость контракта… Тут была потрясающая ситуация, московская метрополитенция оказывалась без схемы. Значит, выставлялось что-то там 2,5 миллиона, а конечная стоимость была 36 тысяч рублей. Это реальный кейс, абсолютно, совершенно точно говорю. Т.е. это, естественно, не устраивает, и все понимают, что это определённый сговор, и за это надо, ну, я не знаю, там… Сговор в интересах узкой группы людей. Узкой группы людей, за это надо… Ну, я бы просто морды бил, а кто-то, может, и расстреливал бы, да? Т.е. это никого не устраивает. Главное, что кризисные явления капитализма, описанные Лениным и его предшественниками, они в конечном итоге ведут человечество к самоуничтожению, и поэтому социализм – это не просто справедливые идеи, а это единственный рецепт спасения. Но, возвращаясь к тому, о чём я говорил, т.е. очень важен образ будущего, очень важен образ будущего. Это на уровне левого движения что нужно делать, т.е. формулировка этого образа будущего. А тому, что нужно делать на реальном уровне, нужно делать то, что ты можешь. Я об этом уже говорил, что как минимум каждый человек может делать контент. Чем больше контента будет создаваться, тем лучше. И хорошо бы, чтобы этот контент… Вот один человек создал, увидели другие, чтобы все левые активисты, они друг другу в этом плане помогали. А вот опять-таки то, о чём я говорил ещё в одном ролике, который наикативский скинут. Нет ли противоречия в том, что этот контент создаётся на буржуйских ресурсах, с которого все же самые капиталисты имеют прибыль? Никакого противоречия в этом нет, я могу привести. Сейчас ты мне расскажешь про эту цитату про верёвку. Нет, не про верёвку, это можно очень просто объяснить на примере Государственной думы. Была Государственная дума Российской империи, в которую избирались большевики. Почему они туда? Они туда избирались не сразу в Первом Государственной Думе, они отказались избираться. Почему? Кстати, одновременно с Черносотинсами… В чём была позиция Ленина по отношению к Первой Государственной Думе в том, что революционное движение находится на подъёме. И в этом отношении мы должны поддерживать, участвовать непосредственно в революции, а Государственная Дума в этих условиях, она является попыткой революцию задушить, сбить с толку восставшие массы. Но как только революционное движение пошло на спад, Ленин дал согласие на участие партии большевиков в Государственной Думе, потому что в условиях спада революционного движения любая трибуна, которую можно использовать для пропаганды своих идей, подходит. В том числе и трибуна Государственной Думы. И в этом смысле буржуйские ресурсы, они ничем не отличаются. Во-первых, это в любом случае инструмент, это трибуна, та же самая. Во-вторых, это же способы для левого движения тоже зарабатывать. Потому что левое движение в этом плане, оно, конечно, находится в менее выгодных ситуациях, чем правое и либеральное. Потому что правое и либеральное движение – это всегда движение в интересах капиталистов. Капиталисты имеют свободные средства и могут вкладываться в трубодуров своей позиции, своих интересов. А левое движение – это всегда движение, которое испытывает недостаток в деньгах, и их надо где-то брать. Тут как бы вопрос – либо нужно их самостоятельно зарабатывать, и тут как раз можно заработать их на этих ресурсах, чтобы не идти на поклон к капиталисту и заработать. Левое движение становится полноценным пролетарием, потому что оно получает лишь малую стоимость от того, что зарабатывает система. То же самое YouTube. Да. Кстати, очень забавный вывод. Конечно, в данном случае YouTube уступает капиталистам. На самом деле, мне кажется, в этом, конечно, очень много идеалистичного. И я вот как человек, который был в США пару раз, я это наблюдал. Там просто… Был же прекрасный пример, когда… Господи, кто же там приехал-то? Была встреча какого-то американского деятеля с нашими студентами, и он прямо на пальцах рассказал про взгляд. Про взгляд вообще Америки на это все происходящее, когда действительно все сидят там с айфонами и прочее. Он попросил одну девушку и сказал, что ну вот, какие вам еще нужны комментарии. Мне кажется… Ну, это со своих таких мелкобуржуазных антисоветских аурсофобских позиций. Мне кажется, в этом все равно очень много идеализма. И сейчас лично я для себя основную проблему рисую вообще в другой плоскости. Для меня проблема Советского Союза… Я долго думал, на самом деле, в чем у меня основная претензия к Советскому Союзу – это проигрыш в медийной войне. За то время, пока мы сидели здесь в коконе собственном, Соединенные Штаты Америки создали самый главный ресурс пропаганды – это Голливуд. И вот этот ресурс пропаганды в настоящий момент… Ну, вот у меня есть ощущение, что его не перешибить никаким образом. И вот мой проект «Россия – чужой взгляд» это наглядно показывает. Последние релизы – Fargo, Homeland, седьмой сезон. То есть, это абсолютно достойные продукты. Это прекрасные сериалы, куда внедрена вся вот эта абсолютно просто сиди-открой. Вот эта наидебильнейшая идея русского агрессивного образа и так далее и тому подобное. И вот это, мне кажется, то, что реально не даст нам победить в ближайшее время. Нам – это кому? Ну, не мне. Я-то никуда не собираюсь слагом бежать. Ну, я бы сказал так, что основные причины всё-таки движущей истории экономические и популярность идеи, которым мы симпатизируем, она будет расти вне зависимости от того, будет снимать Голливуд фильмы про то, как плохо быть социалистом или не будет снимать такие фильмы. А что касается, собственно, Голливуда, то это только технология, и при желании её можно перенять, потому что большевики взяли и переняли кучу передовых технологий, улучшили их, усовершенствовали и поставили их на службу своим идеям. То есть, можно перенять любую форму. Я согласен, что у Советского Союза были серьёзные проблемы в культурной политике в последние годы советской власти. Да и не только в последние. Да, потому что, к сожалению, сформировалась какая-то… в силу того, что в предвоенные годы ожидали нападение, была очень жёсткая цензура, это политически было абсолютно оправдано, но это позволило творцам использовать политическую ситуацию в борьбе за распределение ресурсов. Я вот тут недавно прочитал книгу… Это да. Не только творцам художественным, но и учёным. Я недавно прочитал книжку, которая меня в значительной степени потрясла – это книга Михаила Золотоносова «Гадюшник». Это знаменитый наш питерский литературовед, который опубликовал стенограммы заседаний Ленинградского отделения Союза писателей в 40-х-60-х годах. Я должен вам сказать, что сами комментарии не очень интересны, а вот стенограммы весьма и весьма, я всем рекомендую. И по этим стенограммам видно, что творцы, конечно, друг друга весьма и весьма недолюбливали, используя в том числе и политические обвинения явно для того, чтобы приобрести себе более комфортное существование. И вот это абсолютно не коммунистическое, конечно, поведение, но оно там сплошь и рядом. И дальше этот кризис только усиливался, потому что эти условные гонения на джаз, неприятие западничества, оно в значительной степени подрывало доверие к Советскому Союзу, доверие к правительству. Потому что… Ну, в чём проблема джаза? Джаз – это вообще музыка борьбы рабов против своих угнедателей, и она могла бы использоваться в, собственно, антиколониальном смысле в пропаганде. Эволюционировавший джаз, джаз эволюционировал из тех вещей, действительно… Конечно, и вот если подавать его… Это же просто вопрос, а сама по себе музыка джазовая, она прекрасна. У неё великолепная антиколониальная история, как раз приемлемая для советского общества, и вопрос не в том, какая музыка, а вопрос, про что она, грубо говоря. Если это музыка про борьбу с угнетателями и песни про борьбу с угнетателями джазовые, то почему бы и нет? И можно было бы использовать это таким образом, но у нас не использовали никак, а просто с определённого… там были какие-то… там был Утёсов, конечно, но с определённого момента сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст, вот, это было, конечно, уже совершенно… Ну, это потом было и дальше, господи, если огромное количество групп, там, Dead Kennedys, Rage Against the Machine, это мы говорим про… Рэшигит – это уже наш, а Dead Kennedys – это ещё 80-е годы, которые были абсолютно антиглобалистские и прочее настроенные, но… Да, всё это можно было использовать… Конкретный пример, смотри, ну, Дмитрий Юрьевич Пусков, там, слушай, Лед Зепплин, Депёрпл, Узи Осборн и прочее, но ведь не купить было пластинок этих исполнителей в Советском Союзе, понимаешь? Всё это можно было бы использовать, конечно, в пропаганде, активнее работать с левой молодёжью на Западе, делать её своей пятой колонной культурной… Ну вот мне кажется, что вот это вот… Что было бы, кстати, с восторгом воспринято молодёжью 70-х, мне кажется… Безусловно, безусловно, потому что в какой-то момент это всё попёрло, мини-юбки и так далее, но вот эта замкнутая, то есть, изолированность от внешнего мира… И это, кстати, то, что отличает Советский Союз 20-х от Советского Союза 70-х, потому что Советский Союз 20-х наоборот… Полностью открыт там, конечно… Для культурных идей был абсолютно открыт и много отдавал. Авангард вот этот наш и прочее, это же просто культовая страница в истории нашего искусства, единственное, наверное, что котируется на Западе… Ты задал вопрос, почему распался Советский Союз, это вообще тема даже не передачи, а может быть цикла, да, но я просто хотел бы высказать одну мысль по этому поводу. Мне кажется, что основная советская идея – это идея модернизации, идея прогресса, потому что общество Советского Союза – это общество, по сути, своё технократическое, и это была одна из идей ранних большевиков, с которыми они пришли к власти, и именно поэтому они впитали в свой проект значительную массу технической и дореволюционной технической интеллигенции, людей вроде Генриха Графтио. И, к сожалению… Да, и дальше развернулась борьба за просвещение, борьба за ликвидацию безграмотности, не только в плане научить огромную крестьянскую массу писать и читать, но ещё и привить и рациональное критическое мышление. Вот читать и писать научили, а для привития рационального критического мышления времени не хватило. И всё это в конце 80-х выползло, т.е. триумф этого крестьянского суеверия – это банки, которые стоят возле телевизора, по которым вещает Кашпировский Чумак. Егор, ну ты же не можешь не согласиться с тем, что критическое рациональное мышление дождается тогда, когда человека не загоняют какие-то рамки узкие, в которые пыталась идеология тебя упугать. Я бы объяснил это следующим образом. Я считаю, что всё, что происходило до смерти Сталина в нашей стране, было обусловлено объективными причинами, т.е. задача первых вождей советской власти заключалась в том, чтобы а – основать государство нового типа, б – сначала разгромить иностранную интервенцию, в – подготовиться к новой интервенции, г – победить в войне, д – устранить возможность третьей интервенции. Все эти задачи были успешно выполнены, хотя и с издержками, как мы понимаем. Но эти задачи были успешно выполнены. И в этих условиях не было вообще другой возможности решить эти задачи, кроме диктатуры. Это естественный процесс. Если мы посмотрим на Сталина времён 1917 года, мы увидим… Ну, из-за диктатуры тебе тоже прилетит от некоторых. Ну, диктатура – это термин, понятно, что основная власть сосредоточилась в руках конкретного лица, единоначалия. Не нравится термин «диктатура», можно сосредоточиться на термине «едино». Т.е. если мы говорим, что это диктатура, мы автоматически называем Сталина диктатором, а тут у некоторых вскипят. Ну, я не считаю, что это конкретно отрицательный, т.е. что это заведомо отрицательный термин. Он не имеет такой коннотации в моём сознании. Т.е. ну, лидер, пожалуйста, т.е. единоличный лидер. В условиях войны единоначалия в лидерстве – это вообще неотъемлемый принцип. Почему в армии не обсуждаются приказы? Потому что пока ты будешь обсуждать приказы, тебя убьют, а здесь вся страна воюет или готовится к войне, или готовится к следующей войне, поэтому диктатура здесь была обусловлена. Потом, когда проблема была решена, была создана атомная бомба, началась мирная жизнь, и здесь процесс оттепели был неизбежен. Другое дело, что он прошёл в очень плохих формах, был сделан без государственного разума и, опять же, с большими издержками, но сам процесс демократизации был неизбежен. И, в принципе, всё к этой демократизации шло и в дальнейшем. Просто в результате, мне кажется, что распад Советского Союза во многом обусловлен управленческой несостоятельностью его лидеров. Даже спорить не стану, но лидеры уже производила сама система. Ну, не США же нам этих лидеров поставляли. Не спорю, да. Но в определённые исторические переломные ситуации возникают такие точки, когда роль отдельных лиц, их профессиональной состоятельности, она очень повышается. И в данном случае, к сожалению, у капитана оказались не те. Понятно, что все они были плотью от плоти системы, но вот в Китае система-то была примерно та же самая, а пройти эту историческую развилку удалось иначе. Я думаю, тут ещё много говорят о ментальности. Много говорят о ментальности, не о ментальности, мы сейчас в дебри зайдём. Многие говорят о том, что в Китае ни социализм, ни коммунизм, но, тем не менее, в Китае продолжает править коммунистическая партия Соединённых Штатов. По Фрейду, по Фрейду. В Китае продолжает править коммунистическая партия Китая. В Китае продолжает править коммунистическая партия Китая, и там средства производства принадлежат китайскому пролетарскому государству. Можно последний вопрос задам в этой связи? Я сам поражаюсь этой системе. Возьмём США. Смотри. Просто в чём я вижу сейчас опасность нашей страны? Дело в том, что, опять-таки, всё завязано на лидере. Уйдёт лидер, этот придёт неизвестно кто, что будет, никто не знает. Ну, я не знаю, на самом деле. Может быть, кто-то другой это и знает, я не в курсе. Берём США. Кто там только ни был. Вот и негр, чернокожий, афроамериканец был, и демократы были, и консерваторы были. Ну, их там всего твое, фактически. Подразделение, если можно так выразиться, женщина даже пыталась стать. Сейчас он вообще, как бы, там разные мнения, кто это. А система, сволочь такая, живёт и живёт. Вот, как бы, что им удалось такого, чего не могло случиться в Советском Союзе, чего не можем мы сделать? Почему так происходит? У меня есть, как бы, ответ на этот вопрос, но тем не менее, при всём при том, что у них и долги такие-то у них растут, и то, сё, пятое, десятое. А вот живёт эта система ещё и диктует условия всему миру. Ну, ответ на этот вопрос достаточно прост. Главное – это то, что в Америке аккумулирован основной мировой капитал. Так, Егор, ну он же там не сразу же взялся этот мировой капитал, он же там возник. Он там возник таким образом, что Америка сумела развиваться, во многом это география. География. Америка сумела развиваться… В отсутствии войн глобальных… Америка сумела развиваться вне контекста европейского мира в более свободных условиях. Над ней не давлела история европейского феодализма, над ней не давлела история религиозных войн, и поэтому Америка изначально была свободнее и демократичнее, чем Европа. То есть, грубо говоря, в данной то, о чём мы говорили, применительно к Советскому Союзу, т.е. они могли спокойно создать более свободное государство по сравнению с тем, что существовало в тот же момент в Европе, потому что они в известной степени были защищены от интервенций. С естественными путями. Да. Поэтому, собственно, вот они создали такое общество, они сумели не втягиваться, у них не было каких-то глобальных войн и конкурентов на американском континенте, и они сумели спокойно из-за океана смотреть за тем, как европейские государства уничтожали свою собственную мощь. Т.е. вот эта позиция третьего радующегося в Первой мировой войне, в первую очередь, она и позволила Америке стать тем, кем она сегодня является. Потому что Америка входила в эту войну должником, а вышла из неё крупнейшим мировым кредитором. А вот Англия, например, входила кредитором, а вышла тотальным должником. И, собственно, возвышение Америки связано именно с этим. Дальше Вторая мировая война, тоже никаких тотальных разрушений на территории Соединённых Штатов не было, заработки колоссальные, и дальше опять разрушена Европа, потому что всё основная движуха происходила именно в Европе, и неприкосновенная в целом Америка, которая на свои деньги позволила Европу восстановить и тем самым подчинить её своему влиянию. Ну, это экономическая история. Ну, и есть история идеологическая, потому что Америка действительно прекрасно освоила азы пропаганды, у неё есть национальная идея – это несение демократии, неважно там как они это понимают, но каждому американскому солдату вбито в голову, что он боец за демократию, несёт её во все точки земного шара. У них такая миссия, у них есть миссия, особая миссия. Сомневавшись ещё в 19 веке, кстати. Ну, это доктрина Монро, которую они распространили теперь на весь земной шар. Поэтому, собственно, в плане идеологии конкурировать с американцами могло только одно государство – это Советский Союз, потому что у него было своё понимание демократии и своя миссия. И конкурировал очень удачно, да, и, может быть, ещё будет, я надеюсь. Но, действительно, с этим очень хорошо работают высокие профессионалы, и то, о чём ты говорил, там, «Хоумленд» – это прекрасные образцы этой пропаганды. Ну ладно, скоро у меня выйдет как раз выпуск про «Хоумленд» на канале. Слушай, вот ещё бы прям говорил бы, с тобой говорил, ну, во-первых, мне это самому потом всё монтировать, а во-вторых, надо, действительно, заправляться… Ролик мы-то так и не разобрали, кстати. Не, ну, один тезис ты и разобрал. Да-да, я просто хотел про культурную политику более подробно поговорить, потому что я… Ну, встретимся ещё раз, отдельно ещё поговорим. Что, первый раз, что ли? Значит, давай посвятим наших многоуважаемых зрителей в некие планы. Дорогие друзья, напоминаем, что у нас ближайшие мероприятия с 16 и 17 марта в городе Москва в концертном зале «Королевский» в конгресс-холле Останкино, там пройдёт фестиваль «История и кино», цифровая из цикла «Цифровая история». Очень пролетарские названия для концертного зала. Ну, какой зал такой? Вот. Будет всё не столько по-королевски, просто будет всё очень круто, на самом деле. Значит, ссылку на продажи билетов вы можете найти в описании под этим роликом. Также уже чисто от себя хочу сказать, что я в этом сезоне решил немножко передохнуть. Тем не менее, у меня, получается, 3 февраля, да, в воскресенье будет лекция в Петербурге про реконструкцию Сталинской Москвы 1035 года, меня все очень просили. А 9 февраля в Москве в библиотеке имени Толстого на Кутузовском в 2 часа. И там я её запишу и выложу себя на канале. Мы поговорим о том всё-таки, что это было – разрушение или постройка новой столицы, предпринятая Сталином. И есть ещё не только Сталин, а вообще всем правительством. И есть ещё один анонс, пока такой в общих чертах. Дело в том, что после этого фестиваля, начиная с 1 апреля, мы с Егором совершим небольшой тур. Это будет Нижний Новгород, Пермь, дальше… Уфа. Уфа, Екатеринбург, Казань и, возможно, скорее всего, ещё Москва. Но в Москву мы и так сможем, если что, приехать. То есть, такой тур, мы подготовили специальную программу, она будет состоять из двух частей. Первая такая больше лекционная, вторая исторически-познавательная, развлекательная с элементами музыкальных вставок. В общем, будет огонь. Об этом мы сообщим дополнительно. Дополнительно. Да, потому что сейчас мы пока только наметили даты, нашли площадки и так далее. Скоро это всё анонсируем. Вы просто те, кто живут в этих городах, имейте в виду, что вот в начале апреля, скорее всего, мы к вам пожалуем вот в этом составе непосредственно. Спасибо огромное за очень интересную беседу. Я думаю, что вам тоже было что посмотреть, узнать, послушать и так далее. Оставляйте комментарии вот под этим выпуском. Ещё раз напоминаю, что там же есть ссылки на все мероприятия и мои, и цифровые истории. Увидимся в следующий раз. Пока! Я думаю, так говорить не надо, Паша, это надо вырезать. Хорошо.